В театре «Наш дом» буквально яблоку негде упасть. Сотни людей со всего Подмосковья в предвкушении грядущей встречи с актрисой театра и кино Ольгой Кабо. Мероприятие организовали в рамках программы «Активное долголетие». Она позволяет пенсионерам посещать интересные встречи, заниматься творчеством и спортом. Эти женщины уже давно вышли на пенсию, но продолжают вести насыщенную жизнь. Вот и сейчас порадовали химчан танцем с лентами. Узнала на сайте «Активное долголетие», что есть вот такие группы для нас, пенсионеров, людей старшего возраста. И нам это очень понравилось. У нас есть отличная просто мастер спорта, тренер. Она нас организовала, вот таких возрастных бабушек, пенсионерок. И внушила нам доверие, что мы можем. И мы вот выступаем с такими номерами. После развлекательной программы пенсионеров пригласили в зал. Здесь собрались истинные театралы и киноведы. Знают Ольгу Кабо по ролям в фильмах и в спектаклях театра имени Моссовета. Встреча с такой знаменитой нашей любимой актрисой. Это для нас праздник. Мы с удовольствием пришли сюда и думаем, что мы уверены, что получим большое удовольствие. Я ее давно очень люблю. Фильмы вот все я здесь всегда смотрю. Но сейчас тут ее в последние годы редко не видать. Встретили Ольгу Кабо бурными овациями. Актриса прочитала свои любимые стихотворения Александра Пушкина и Анны Ахматовой. Когда вы знали, из какого ссора растут стихи, неведая стыда. Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда. Стихотворениями не ограничились. Ольга потелилась воспоминаниями о работе в театре и кино, рассказала истории жизни и творческой биографии. По словам актрисы, в таком формате она выступает впервые. Но получив приглашение, согласилась не раздумывая. Сегодня такой был теплый зал. Я чувствовала, что зрители пришли, потому что они просто желали услышать, увидеть, задать вопросы. Это дорогого стоит, когда вдруг из творческой встречи получается такой диалог со зрителями. Такие встречи станут регулярными, отмечают в правительстве Московской области. Впереди у пожилых людей еще много интересных мероприятий. Планируем, конечно же, продолжать и такие встречи с артистами театра. И я очень надеюсь, что приедет Никита Высоцкий с таким вечером, с беседой про отца. Очень важно, чтобы каждая из встреч в клубе «Активное долголетие» была интересной, чтобы она была такой нетривиальной. Встреча вышла теплой, закончилась также на позитивной ноте. А после себя оставила поэтическую и творческую атмосферу. Продолжение следует...